Всем привет! Меня зовут Николай Соболев и это Жизнь Ютуб. Горячих новостей на этой неделе предостаточно. И тут даже не только Ютуб радует. Полная жесть происходит и за пределами нашей страны. Английские болельщики напали на русского блогера. Эрик Давидович остается за решеткой. Блогеры на Версус Баттле. Бро или не бро? Прямо сейчас мы это обсудим. Погнали! Версусы, бои, убийства на стримах. Вы думаете это горячо? Приключения Ферамиры это детский лепет по сравнению с тем, что сейчас происходит на чемпионате Европы по футболу во Франции. Беспорядки происходят вот уже который день. Вы знаете, друзья, мне кажется, что прямо сегодня транзитом нужно отправлять во Францию Сергея Симонова, потому что нашей команде нужен настоящий лидер. Меня! Заодно и жену возьмет в качестве психологической атаки. Миша слабак! И что тут такого, спросите вы, почему я об этом рассказываю? И действительно, я бы оставил эту информацию без внимания, если бы только английские болельщики не умудрились травмировать российского блогера Никиту Рождественского с канала Чебураша ТВ. Вот такое вот бывает, я просто снимал. Вы знаете, друзья, если бы английские болельщики знали, что сейчас происходит с каналом Чебураша ТВ, они бы обошли Никиту стороной. Если вдруг вы не в курсе всех событий, началось все с того, что российские болельщики после матча с Англией ворвались на трибуну к фанатам английской сборной. Я вам больше скажу, российские болельщики не просто повели себя как быдло, они поставили команду под угрозу дисквалификации с чемпионата. И вы знаете, что самое забавное в этой истории? И какое оправдание нашел наш с вами любимый федеральный канал Россия 24 для наших болельщиков? После гола Василия Березутского кто-то из английских болельщиков бросил монету, соответственно, от злости. Ну а дальше все понеслось уже как снежный ком. Монетка, блядь! То есть они хотят сказать, что один фанат английской сборной кинул монетку в нашего болельщика, и это является веской причиной прорывать оцепление херачить всех подряд? Вот это да! Мне еще говорят, что у меня нет достаточно веских причин для того, чтобы вызвать Дмитрия Ларина на Версус. Раунд! Сейчас тебя... Для всех, кто интересуется футболом, на канале ОЕвро ребята рассказывают о всех событиях, которые происходят на чемпионате Европы. Поэтому подписывайтесь, перейдя по ссылке в описании, и не пропустите ежедневные выпуски. Эрик Давидович, самый популярный автообзорщик в России. Видите вот этот небольшой животик? И знаете, почему я напоминаю? Потому что все просто тупо взяли и забыли об Эрике Давидовиче буквально через пару месяцев после ареста. 8 миллионов подписчиков, говорил он. У нас по всем социальным сетям почти 8 миллионов. С нами Господь Бог, говорил он. С нами Господь. Кого нам бояться? И в итоге ни Господь Бог, ни огромная аудитория никак не помогла ему избежать той жести, которая происходит и продолжается в данный момент. А в итоге происходит следующее. 14 июня Эрику Давидовичу был повторно продлен срок пребывания в СИЗО, и он пробудет там аж до 14 августа. Несмотря на незаконность ареста и содержания под стражей, мера пресечения не изменена, мы пойдем дальше. Но понятно, что наши оппоненты сделают все возможное, чтобы засадить Эрика как можно на более длительный срок. Вы понимаете, что происходит, да? Буквально через 2 месяца после того, как от страсти мстить у фанатов Эрика уже больше не останется и следа, его спокойно и без лишнего шума закатают года на 3. Возможно, даже в одну камеру с забытым тесаком. Мы сломаем тебе жизнь. Но вы знаете, дело Давидовича это как игра сборной России по футболу. Надежда убирает последней. И вы знаете, я правда очень надеялся, что адвокат Жорин это как адвокат Сол Гудман из сериала «Во все тяжкие». Он сможет ворваться в отделение, нахамить копом и забрать Эрика Давидовича из СИЗО собственноручно. Почему допрашиваешь моего клиента без меня? Ну а ты пошел вон. Шевели булками. Но по факту, к сожалению, Жорин пока что не сделал абсолютно ничего. Он лишь каждый день публикует кучу крутых фоток в Инстаграм, типа «Мы настроены на победу, и мы вырвем ее с зубами». Рано или поздно, вопреки всему. Вы знаете, мне иногда кажется, что я подписан на Инстаграм Бэтмена. What do you want to kill me? Как вы, наверное, знаете, позавчера я вызвал Дмитрия Ларина на Versus Battle. Я вызываю тебя на батл, и я объясню причину. Все для того, чтобы окончательно и бесповоротно вскрыть твою гнилую личину. И вы знаете, я сразу же хотел бы пообещать всем своим зрителям, что я не буду, как Сергей Симонов в случае снимагии, делать триллион роликов и давить на Ларина, потому что в случае его отказа мне, в принципе, и так все понятно. Чикен! Но все-таки кое-что мне очень хочется прокомментировать и, возможно, поставить точку в этом все. Коля, какой тебе Versus? Ты думаешь, туда можно как на удаление аппендикса записаться? Ну, да, Дима, в общем-то, никто не против. Не знаю, что Дима ответит. Если ему интересно, мы готовы подумать со своей стороны. Ну, если батл будет хороший, конечно, он будет. Если он будет плохим, мы его просто не выпустим. И все. Специально для тех людей, которые в комментариях пишут «Блогеры, куда вы лезете на Versus Battle?» Друзья, давайте будем откровенны. Изначально Versus был придуман не только для рэперов, а для всех. Это изначально задумывалось, как проект, в котором будут не только рэперы, а там поэты, музыканты, всякие различные личности встречаться. И как бы то, чтобы были блогеры, но я считаю, удачно вообще очень... Удачный вариант получился. Хованский зажарил. Versus Ларина с Хованским как раз-таки и доказал, что Versus блогеров может быть в какой-то степени даже интересней, чем батл профессиональных рэперов. Ларин! И специально для тех, кто писал в комментариях, на Versus очень сложно попасть. Да ресторатор готов хоть через месяц провести Versus Battle. О чем вы говорите? Я бы на уместе бы на самом деле нашел бы хорошего гострайтера, дал бы там 1030 и получил бы прям хороший текст и разнес бы этим текстом, и ты ходил бы в крутой одежде. Отсюда логичный вопрос. Так кого ты, Дима, пытаешься обмануть, когда рассуждаешь на тему того, что уместно, а что нет? И откуда такое серьезное нежелание участвовать в суперрейтинговом Versus Battle еще раз? Может быть, ремонт или серьезная подготовка к новому гениальному стендаптуру? Конечно, Дима может придумать миллиард изумительных причин как бы слиться с этого мероприятия. Но другой вопрос, зачем мне все это? Я вам объясню. Половина комментариев под выпусками была «Да вызови ты его на Versus Battle уже!» Я действительно подумал, что вызов на Battle это финальная точка в нашем идеологическом конфликте. И да, он именно идеологический, потому что я действительно не понимаю, как Дима может на протяжении такого долгого времени вешать такую чушь своим подписчикам на уши и продвигать настолько идиотские теории. Дима, ты назвал меня человеком шоу, и в этом ты действительно прав. Но я могу лишь тебе посочувствовать, потому что у тебя своих шоу фактически нет вообще. Твой контент это фалафель патруль. Капустка. Мелко нарезанная капустка ни в коем случае не горчит. Твои последние видео это как теги у бьюти-блогерши. Чего стоят только видеоролики, что почитать летом или почему я удалился из ВК. Да если бы я не знал автора видеороликов и зашел бы на этот канал, я подумал бы, что это канал Саши Спилберг. Ох, спасибо! Весь твой образ, твои идеологи, твой критицизм и нигилизм это не что, это пустой звук для подписчиков, которые пока что не до конца врубаются, кто ты есть на самом деле. Ты появился на Ютьюбе с кричащим форматом, раскритиковал этих убогих блогеров, а сам скатился в лютейшую коммерцию. Ты медийная личность, такая же, как и все мы. Ты пытаешься спрятаться за маской какой-то отреченности от всего этого, а сам точно так же, как и все, продаешь майки со своим изображением в интернет-магазине, публикуешь фоточки в Инстаграм и точно так же, как и все, рекламируешь гироскутеры. Я просто хотел протестить гироскутер. Я иду в ногу со временем, я не старый, йоу. Ты не натуральный, Ларин. Ты показушник и обманщик. Именно за это я тебя презираю. Именно поэтому я вызвал тебя на Versus Battle. И сейчас, когда твой канал скатывается в никуда и по просмотрам, и по подписчикам, ты отказываешься от Versus исключительно по той причине, что тебе просто становится не по себе от мысли, что ты можешь слить все три раунда тому самому контент-мейкеру и шоумену. С вами был MC Николай Соболь. Всем спасибо и до скорых новых встреч, друзья. Пока. Субтитры подогнал «Симон»